Добрый вечер, в эфире программа про город. Под историей мы обсуждаем самые нашумевшие истории города и области, и у нас нет запретных тем. Вслед за Москвой и Питером волна протестов докатилась и до самого западного города России. 7 декабря у памятника Родины Матери собралась активная молодежь. Вслед за ними сюда стали подтягиваться и взрослые жители города. Потом местные интернет-издания напишут, что митинг здесь собрал не меньше 200 человек. Беспорядков не было, но больше 11 участников увезли в полицию. Следующий протест в Калининграде назвали молчаливым. На площадь Победы 10 числа люди пришли в марлевых повязках, как символ несвободы слова. У многих на одежде были белые ленточки, знак поддержки митинга в Москве на Болотной площади. И это не последняя акция протеста. Население страны хочет, чтобы власть услышала их. Сегодня у нас в гостях Ирина Афонская, борец за правду и справедливость, активист движения «Тигр» и сторонник перемен в нашей стране. Добрый вечер, Ирина. Добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, что такое движение «Тигр». Это Всероссийское общественное движение инициативных граждан России. То есть товарищество инициативных граждан России теперь уже в Калининграде. Занимаемся мы, боремся за справедливость, боремся с беззаконием. То есть мы хотим правды. Это партия? Это не партия, и к политике отношений мы не имеем. Чем вас не устраивает политическая система? Расскажите, пожалуйста. Беззаконием, беспределом, который творится в данный момент. На каждом шагу мы сталкиваемся с тем, что сама политическая система нарушает законодательство. Законы пишутся для всех. Мы хотим, чтобы законы соблюдались всеми. А давно вы занимаетесь общественной деятельностью? Вы сейчас говорите о «Тигре» или лично? Вообще о том, что вы занимаете такую четкую гражданскую позицию. Не сидите дома. Моя борьба идет всю жизнь, можно сказать. Мы не будем трогать детство. Но тем не менее, да, это было и на работах, в случае я отстаивала свои права. И буду отставить, по всей видимости, их всю жизнь. В «Тигре» мы отстаиваем именно «Тиграм» с сентября месяца. А что вас подвигло? Как началось движение «Тигр» для вас? Как вы узнали об этом? Как вы свою жизнь связались? Я чисто случайно узнала, что в Калининграде будет проходить митинг 24 сентября. Стала разыскивать организатора именно в Калининграде. Нашла и вот таким образом вошла в эту компанию. И на тот момент как раз организовывался «Тигр». И сейчас уже есть. И много человек принимает участие в этом? Порядка 300 человек. Здесь в Калининграде? В основном составе 10 человек, да. Активисты, да? Активисты, да. И среди них женщины? И женщины, и девушки. А что мужья говорят, что дома не сидится? Говорят так или поддерживают набор? В семьях, конечно, проблема, но все-таки понимание достигаем. Наверное, семьи более склонны к справедливости, чем просто сидеть на диване. А вот, Ирина, вы создаете оппозицию власти. У вас есть какой-то страх внутренне за себя, за своего ребенка? У меня есть, конечно, страх за ребенка. Но это скорее не страх перед борьбой, а страх именно, который порождает эту борьбу. То есть благодаря ребенку, наверное, я и встала на этот путь, потому что любая нормальная мать хочет будущее для своего ребенка хорошее. Детские садики, ну, видя афиши партии власти, что они открыли 20 детских садов, ну, почему при этом они не объявляют, что они закрыли 80 детских садов, а только по нашей области. То есть лишают детей элементарных вещей, которые, ну, дети должны ходить в детский сад. Родителям нужно зарабатывать деньги, родители должны трудиться, и нет возможности рушиться семьи из-за этого. Это же целая система выстроена таким образом. Больницы переполнены, при этом больницы закрываются. Сейчас мы боремся с детской больницей по улице Горького. Ее всячески пытаются закрыть. На ваш взгляд, почему именно этой осенью возникли массовые митинги в стране? Почему появилось так много недовольных граждан, и они стали выходить на улицы? Выборы. Были выборы 4 декабря. И очень много лжи появилось перед выборами, и в то же время началось движение со стороны властей, чтобы подкупить народ перед выборами. Сейчас все встало на свои места, все дороги как были разваленными, так и не остались. Ну, а вот вам лично этот режим принес? Какие неудобства? Лично вам? Лично мне? Вот вы без работы. Ну, потому что пользуются тем, что все стимулируется деньгами, что везде нужно давать взятки, чтобы что-то получить взамен. Я не хочу, почему я должна, если по закону, везде плюют на эти законы, почему я должна платить деньги? Я не могу круглосуточно работать для того, чтобы попасть в больницу в тут же. Вам предлагали дать взятку, да, конкретно? Везде и всюду. Почему детей устраивают в садике? Опять ты должен заплатить, чтобы ты без очереди пролез. То есть постоянно идет стимул того, чтобы ты везде платил. У нас в гостях сегодня просто есть еще один герой. Вот, его зовут Алексей Качалин. Его гражданская позиция заключается в поддержке нынешнего курса, его лидера. Добрый вечер, Алексей. Правильно я вас так поняла, что ваша гражданская позиция заключается в поддержке нынешнего режима, нынешнего курса и его лидера. Да, вы правильно поняли. Вы ходили на прошедшие митинги? Нет, на митингах меня не было, потому что я считаю, что это не совсем верное направление. Вообще, если у людей есть недовольство, да, у каждого человека есть какое-то мнение и понимание того, как дальше должна развиваться страна, и если брать конкретный регион нашу область, то если брать как митинг конкретный, как волеизъявление граждан, да, то это, безусловно, это так. Но, несмотря на это, люди, которые приходят на митинг, очень часто не понимают вообще, как и дальше этот посыл будет проходить. То есть, результат вот этого митинга, если люди приходят туда якобы заявлять о своих проблемах, то результат практически равен нулю. Ну, а на ваш взгляд, проблемы-то все-таки существуют? Проблемы, безусловно, существуют, просто единственное, вот мне хотелось бы даже у коллеги узнать вообще изначально, по мнению вот даже на вашей организации, да, общественной, зачем эти митинги были сделаны, и в основе вот то, просто есть такое мнение, да, вот я от себя сейчас говорю, то, что ту форму, которую митинг получает сейчас, вот, которая планируется, примерно, завтра, это совсем не то, что было запланировано изначально. Основная идея вот этого митинга была, к чему приурочена, был какой смысл вообще, то, что люди... Вы сейчас о каком митинге говорите? Ну, давайте, допустим, я правильно понимаю, то, что три митинга, два, которые прошли, и которые предстоит, это три митинга абсолютно разные, так сказать, разные... В принципе, их связывает одно. Мы на прошлом митинге предупреждали, что если не будут снижены цены, мы будем призывать народ голосовать против партии жуликов и воров. Так вы называете правящие нынешние же партии жуликов и воров, правильно? Да. А цены на что вы хотите снизить? На бензин. А, на бензин, на топливо. В тот момент. Вот основная проблема, да. Вам не кажется, что цены и вправду высоки? Это, безусловно, это так, и можно было смотреть по событиям последних лет. Я сам имею автомобиль и регулярно заправляюсь, и знаю все эти моменты. Вопрос только в том, почему Ирина недовольна этим режимом, а вам он кажется симпатичным, да, ну, раз вы его защищаете. Защищайте правящий режим. Расскажите, почему вам он... Я начну с того, что я не являюсь ни сторонником, ни членом партии «Единая Россия». Вот. Я представляю молодежную, да, организацию, если так можно сказать, да, вот Совет по молодежной политике при главе города. Также являюсь членом Курсанского студенческого совета Балтийской государственной академии. И основная аудитория, с кем приходится работать, это, естественно, молодежь, и чаще всего студенчество. Молодежь сегодня очень часто беспартийная и не имеет, как таковых, вот именно политических каких-то устремлений. И еще чаще, это плохо, но еще чаще то, что если задать конкретный вопрос на улице, чем отличается коммунистическая партия, допустим, от «Единой России», это общие-общие фразы и ничего конкретного. Поэтому... Они просто политически неграмотны, да? Именно. Именно. Поэтому... То есть вы, можно я перебью, вы подготавливаете эту молодежь, вы агитируете их за «Единую Россию», я правильно понимаю? Я не занимаюсь агитацией за «Единую Россию», я не член партии. Чтобы они разбирались. Но, тем не менее, Алексей, вы лояльно относитесь к правящему режиму. Объясните, почему вам нравится жить при этом режиме? Знаете, я так отвечу на этот вопрос. Это вы лично. Что для вас делало хорошее в этот режим? Вы почему? Сегодня, если не брать такие проблемы глобальные, как бензин, ЖКХ, пенсии, образование, вот это серьезное направление. Если взять конкретно во внимание молодежь. Сегодня у молодежи, той молодежи, которая интересна, которая не безразлична будущее, дальнейшая судьба нашей страны, как нам дальше жить, как нам зарабатывать деньги и строить семью, то, что сегодня надо молодежи. Условия для создания семьи, достойная работа с достойной заработной платой, и создание семьи, заработная плата и доступное образование. Это все есть, на ваш взгляд, в нашей стране? Правящий режим это обеспечил, да? Проблема в другом, что сегодня молодежь неактивна. Но те, кто хочет свое мнение высказать и донести, тот молодой человек может, есть возможность реализовать себя. Алексей говорит о том, что есть свобода слова, да? Каждый человек может выразить. Давайте, ну, посмотрим на эти лица людей, которые приходят на митинги. Действительно, могут ли они выразить себя? Что это действительно та молодежь, о которой вы говорите? Давайте посмотрим, что они из себя представляют, и ради чего приходят, собственно говоря, на митинги. Вот смотрите, Алексей, вот та самая молодежь, о которой мы с вами говорили, да? активно выражает политическую позицию, но какова она? С пластью они не согласны. Я хочу сказать о том, что сегодня есть, именно что касается молодежи, молодежной политики в регионе в целом. Сегодня есть ряд организаций общественных, чисто молодежных организаций разной направленности. Такие организации, как, например, молодежное правительство, молодежная парламентская ассамблея при областной думе, совет по молодежной политике при главе города, молодежная избирательная комиссия Калининградской области. Я говорю о том, что это именно... И что, они все поддерживают правящий режим? Вот именно что нет. Это площадки для общения, для воли заявления своего собственного человеческого мнения. Потому что вот именно на таких площадках показывают себя наиболее активные, наиболее образованные граждане, если я так могу выразиться. Потому что очень большой процент молодежи, которым это неинтересно. Ирина, вы не согласны, я вижу, с этой позиции. Нет, я не согласна. Во-первых, я не согласна изначально, когда Алексей убирает основные вопросы. ЖКХ, бензин, образование, питание. То есть, как бы, это, с вашей точки зрения, какие-то второстепенные вопросы. А ведь это основа жизни. Ну вот смотрите, у Ирины есть три минуса против одного вашего плюса, насколько я поняла. Вы сейчас сказали, что ВЗА – это свобода слова. Это действительно так? Свобода слова включая в свой же список. А, то есть вы... Потому что молодежь, которая выразила свободу слова, тут же была закрыта. У нас есть мнение популярного блогера Калининграда Дмитрия Надршина. Как ко мне, так и ко многим активистам приходит там Центр по борьбе с экстремизмом. То есть это, ну, фактически политическая полиция такая. И таких фактов, конечно, много. Тем не менее, это не позволяет мне сказать, что вот, на меня дают, поэтому я не буду ничего делать. Конечно, такое давление, оно не сравнимо с тем, что было там при советской власти, поэтому действовать надо. В течение 10 лет путинской России сложились такие взаимоотношения у власти с обществом, что свобода, политика и власть была обменена на колбасу, как сама власть и заявляет. И сейчас, вот 10-го числа, общество дало понять, что колбаса сейчас не самое важное, что хотелось бы все-таки молодежи в этом во всем участвовать, и она будет этого требовать. Вот особенно последняя фраза. Молодежь дала понять власти о том, что желает принимать участие во всех этих процессах, да, и разбираться. Так это же замечательно, это хорошо. Митинг как таковой, да, неважно, какая у него идея изначально, это очень хорошая, да, форма. Ну, Алексей, да, совершенно верно, но молодой человек говорил о том, что он испытывает давление со стороны власти. И тем не менее, этот молодой человек, он говорит, я испытываю давление, да, там ко мне приходят люди, звонки и так далее. Но дальше он говорит о том, что это не значит, что я не буду дальше там выражать свое собственное мнение. Правильно? Это ведь слова этого молодого человека, и это большой-большой плюс. Я говорю о том, что митинг как таковой, если есть проблема, она есть, действительно, это никто не отрицает. Я помню, в начале передачи вы сказали, что митинги, они бессмысленные, не надо было заниматься. Вот именно. Сейчас вы говорите, что митинг это хорошо. Ну ладно, это ваше личное мнение, я не буду спорить. Почему молодежь требует перемен? Как фальсифицировались выборы в Калининграде? И к каким изменениям нужно готовиться нам с вами? Все это вы узнаете после короткой рекламы. Оставайтесь с нами. Это программа про город. Здесь мы обсуждаем самые нашумевшие темы города и области. Сегодня мы говорим о фальсификациях на выборах Калининграда, о молодежи, которая согласна с курсом партии «Единая Россия» и с теми, кто требует перемен. Вслед за Москвой и Питером волна протестов докатилась и до самого западного города России. 7 декабря у памятника Родины Матери собралась активная молодежь. Вслед за ними сюда стали подтягиваться и взрослые жители города. Потом местные интернет-издания напишут, что митинг здесь собрал не меньше 200 человек. Беспорядков не было, но больше 11 участников увезли в полицию. Следующий протест в Калининграде назвали молчаливым. На площадь Победы 10 числа люди пришли в марлевых повязках, как символ несвободы слова. У многих на одежде были белые ленточки. Знак поддержки митингов в Москве на Болотной площади. И это не последняя акция протеста. Население страны хочет, чтобы власть услышала их. Сегодня у нас в студии Ирина Афонская, активист движения «Тигр» и бывший молодогвардеец, приверженец курса партии власти Алексей Качалин. Давайте вернемся к результатам выборов. Против то, против чего вы не протестуете. Сейчас наименем возможность услышать мнение члена ЦИП Гуревского района, Светланы Синицыной. 8 декабря 2011 года мной было подано заявление о преступлении в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Калининградской области. Я считаю, что выборы 4 декабря 2011 года на территории Гуревского муниципального района были сфальсифицированы. Программа обучения членов ТИК и УИК законодательным, организационным, технологическим основам избирательного процесса существует только лишь на бумаге. В комиссии отсутствует гласность, а именно, этот принцип был нарушен при передаче избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии. Таким образом, не были оповещены все члены территориальной избирательной комиссии Гуревского муниципального района, а также представители политических партий, которые были внесены в избирательные бюллетени. Часто игнорируются члены комиссии, их высказывания, когда они имеют особое мнение. Были запугивания членов комиссии, которые высказывают особое мнение. Более того, за 16 часов до выборов проводились определенные манипуляции с защитными марками и избирательными бюллетенями в кабинете Гуревской ТИК. При этом, не все члены комиссии территориально-избирательной были оповещены, повторюсь, и представители политических партий, которые были внесены в эти же бюллетени. Таким образом, они были просто проигнорированы. Вот так вот, Алексей. Это интересно. Это мнение человека, который лично присутствовал на выборах, работал там. И вот такие факты, которых мы в интернете сейчас очень много видим, как гурды там высказывались, они дают основания для этих митингов, как вы понимаете, для того, чтобы мы сейчас разговаривали. Вы считаете, эта женщина лжет? Я, тут два момента. Во-первых, эта женщина, это член территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, поэтому говорить о том, что происходило в участковых избирательных комиссиях, которые так или иначе подведомственны вот этой вот территориальной комиссии, я не хочу, потому что это возникает вообще большой вопрос. Я второе, что хотел сказать. На этих выборах я работал председателем участковой избирательной комиссии в московском районе города Калининград. Конкретно на моем участке, где я был председателем, выглядела коммунистическая партия с довольно серьезным отрывом. Но если говорить про то, какие у нас все-таки другие оппозиционные партии, и наблюдатели, и представители, здесь не надо полностью с головой кричать, что «Единая Россия» сфальтифицировала выборы. Понимаете, были бы грамотные наблюдатели, были бы грамотные члены комиссии с правом решающего голоса, которые действительно могли бы весь этот процесс контролировать и наблюдать от начала и до конца, и рот бы никто никому не закрыл. Когда ко мне, как председателю участковой избирательной комиссии, подходит наблюдатель от партии «Справедливая Россия» и говорит, «Вы знаете, в госпитале Саулькино на избирательном участии идет открытая агитация за «Единую Россию». Примите, пожалуйста, меры». То есть здесь логически подумать, как участковая избирательная комиссия в Московском районе, какое отношение имеет к тому, что происходит в другом районе города. То есть я говорю о том, что вообще о образованности и о грамотности. То есть эта женщина была некомпетентна в своих выставках? Абсолютно. И когда официально оформили жалобу, все как надо, решение сделали, печать. Когда я эту жалобу принял в высшестоящую комиссию, люди улыбнули. Ирина, а вы кому больше доверяете? Я абсолютно доверяю этой женщине, она абсолютно права. Я сама сидела член избирательной комиссии. В Южном поселке проходили выборы. И вот на этом участке сидела моя подруга-наблюдатель. В Южном поселке, простите, где? Поселок Южный, Багратионовского района. Когда они поймали человека, который пытался сделать вброс, около 20 бюллетеней одновременно, она поймала за руку. Она вызвала полицию, хотя была полиция там. Она попыталась остановить выборы. Что сделали с ней? Ее просто вывели. Вывели из кабинета за то, что она срывает выборы. Все закрыли на это глаза, потому что все были от «Единой России». Закрыли глаза. Победила на участке «Единая Россия». Сейчас мы услышим мнение Эльмира Хаймурстной, руководителя регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия». Мне кажется, что роль так называемого пресловутого административного ресурса и возможности махинации, фальсификации во время проведения избирательной кампании подчета голосов сильно преувеличена. Что касается подсчета голосов, мне кажется, что все, что нам хочется, мы придумываем, мифологизируем различные так называемые грязные технологии, вбросы, закупы, подкупы. Но все равно наступает момент истины. Когда открывается избирательный ящик, урна для голосования, когда бюллетени высыпаются на стол, начинается подсчет. Мне кажется, те результаты, которые показаны в Калининградской области, они достаточно объективно отражают картину сегодняшнего дня, картину политических предпочтений избирателей Калининградской области. Судя по всему, на Калининград это не повлияло, раз у нас победила КПРФ? На Калининград нет. Нет, фальсифицированы выборы, результаты выборов в области. Ну, а вот КПРФ победила бы по всей стране, и вас бы такой правящий режим устроил? В данный момент, когда больше нечего выбирать, наверное, меня бы устроили. А вас? А я вот здесь немножко другое скажу, как человек беспартийный. Я скажу так, значит, представим ту ситуацию, которая есть у нас сейчас в стране. То есть у нас партийное правительство, да, не будем правильно скрывать? Партийное правительство, партийное законодательное собрание, правильно? В большинстве своем партийная администрация города, правильно? Все члены одной только партии, да? Ну, нет, есть и... Основной? Да, я говорю про преобладающее большинство. Если в этот момент, да, сейчас у нас, допустим, наше законодательное собрание будет иметь большинство другой партии, преобладающее большинство, то, в принципе, работа, как таковая, приостановится. Ну что ж, давайте тогда поговорим и о президентских выборах. Какие кандидаты президенты устраивают вас лично и вас? Вот личность Прохорова. Как вы рассматриваете, Ирина? Я рассматриваю этот путинский режим. То есть никакой разницы нет. А вы? Здесь боюсь поспорить. Прохоров — это является проект Путина. Путина, вот. Поэтому здесь вот такие вот моменты. Есть конкретные примеры, когда представители... То есть вы считаете, что он может создать оппозицию правящему режиму? Да, я... А вы считаете, что нет. Почему? В данный момент мы не видим лидера. Для этого нужно разорвать эту систему, чтобы появились какие-то новые лица, которым дали бы возможность проявить себя. А можно такой вот вопрос? Разорвать систему... Систему партии «Единой России». Ну, а если уже говорить так, как... Вот я пытаюсь ваши сейчас мысли, да? Система партии «Единой России» — это всю государственную систему нашей с вами страны. Но, может быть, разорвать-то можно. Вот так вот изнутри. Что вы предлагаете взамен, да? Изнутри. Может быть, не надо разрывать. Может быть, надо предлагать какие-то альтернативные варианты решения. Мы будем митинговать до тех пор, пока власть услышит именно народ, которому власть обязана служить. А как вы поймете, что она вас услышала? Они понедят цены на бензин, откроют несколько больниц. Какие доказательства вам нужны? Именно, когда начнутся действия со стороны власти в сторону народа. То есть вы, в общем-то, не хотите свергнуть власть? Вы только хотите добиться от них каких-то результатов? Я не думаю, что эта власть будет действовать по-другому. Поэтому сейчас мы идем уже против этой власти. Все-таки вы ее хотите свергнуть? Изменения в сознании общества произошли. Вот только каким переменам стоит готовиться нам с вами? Думаю, мы узнаем это совсем скоро, нынешней весной. Это была программа про город. У нас нет запретных тем. В этой истории мы обсуждаем самые нашумевшие истории области и города. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин